всем привет сегодня у нас с вами пышное румяное видео о булочках с джемом также хочу вам сегодня показать одну из разновидностей дрожжевого теста с добавлением разрыхлителя который поможет сделать булочки более пышными и 9 процентного уксуса который поможет замедлить брожение дрожжей и не допустить перебраживание теста также уксус помогает убрать дрожжевой запах и привкус но сейчас не скупимся на лайки проверяем подписку и погнали и для приготовления дрожжевого теста для булочек с джемом нам понадобится мука пшеничная хлебопекарная высшего сорта просеянная один килограмм едва теплая вода 600 грамм дрожжи 12 грамм 50 грамм сахара 10 грамм соли разрыхлителя 12 грамм масло 100 грамм в общей сложности я сегодня беру сливочного 50 и растительного 50 можете взять любое из них 100 грамм яйцо одно но белок мы добавим непосредственно в тесто а желток нам понадобится для того чтобы смазать булочки сверху желток мы разбавим 30 граммами обычной воды можете взять молоко уксуса нам понадобится 5 грамм 9 процентного и ванилин буквально на кончике ножа менее грамма джема берем 240 грамм по 10 на каждую булочку и из этого количества у нас получается ровно 24 булки для начала приготовим тесто я несмотря на то что использую быстродействующие дрожжи их можно добавлять непосредственно в муку и сразу же замешивать полностью весь объем тесто я предпочитаю все равно заводить тесто опарным способом потому что в этом тесте присутствует сдоба в виде масла и сахара для опары мне надо едва теплую воду влить в миску добавить дрожжи немного сахара и муки из общего количества грамм 50-70 максимум 100 затем перемешиваем и ждем образование на поверхности характерной пенки опара готова в муку отправляю разрыхлитель перемешиваю к опаре добавляю остатки сахара соль и белок от яйца перемешиваю и замешивать тесто я буду непосредственно на столе то есть муку с разрыхлителем высыпаю на стол делаю лунку вливаю туда опару и замешиваю тесто когда две трети муки вмешается добавляю растительное масло сливочное масло и уксус и домешиваю тесто до образования однородного комка ваниль тоже добавляем на этом этапе не Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Тесто вымешиваем до тех пор, пока оно не перестанет липнуть к рукам На это может потребоваться от 10 до 20 минут Вот тесто уже практически не липнет Уже на этом этапе можно остановиться и отправить его в большую чашку-миску И оставить подходить на час Предварительно закрываем либо влажным полотенцем, либо пищевой пленкой Прошел час Тесто увеличилось в объеме в 2,5 примерно раза Делим на 24 кусочка, каждый весом около 75 грамм Затем скатываем их в шарик и накрываем пленкой Субтитры создавал DimaTorzok Когда накатали шарики из теста, накрыли их пленкой Дайте им отдохнуть, полежать буквально 5-10 минут Затем каждый шарик слегка растягиваем Укладываем в середину начинку буквально 10 грамм Очень часто булочки лопаются с джемом Потому что перебарщивают с начинкой 10 грамм будет достаточно Булочки лопаются с джемом Укладываем на противень, застеленный либо пергаментной бумагой, либо ковриком для выпечки Первый противень готов, точно так же делаем второй Булочки сформовали, оставляем их на расстойку на 20-30 минут прямо на столе Затем смешиваем воду с желтком и аккуратно смазываем их сверху Первый противень, который мы сформовали, его и смазываем в первую очередь И оставляем подсохнуть пару минут Самое время включить духовку, разогреваться до 200 градусов Через минутки 2-3 булочки подсохнут и отправим их в духовку Выпекать будем около 10 минут Субтитры создавал DimaTorzok Посмотрите, какая она мягенькая Ароматная джемом пахнет Пробуем Сверху тоненькая-тоненькая хрустящая корочка Сама булочка очень нежная, воздушная, пористая Без привкуса дрожжей И не переборщите с начинкой Если у вас начинка плотная, например, курага, чернослив, грецкий орех Тогда можно ее добавлять побольше Но вот такие вот джемы только в небольшом количестве В конце концов, всегда можно булочку сверху намазать любой начинкой Добавить еще джема Вот такую гору мягких, воздушных, румяных булочек мы с вами сегодня приготовили Радуйте себя, своих домашних Ну а если этого количества для вас очень много Делите рецептуру на 2 или на 3 На сегодня мы с вами прощаемся Напоминаю, что ваши фотоотзывы вы можете прислать мне по ссылкам Которые найдете в описании До новых вкусных встреч Пока-пока Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»